Друзья, нам Марина расскажет о том, как она делала свою эту визу для одаренных, что выясняет, что она сама себе все делала, не обращалась к адвокату, жила в Москве, никуда не выезжала. Ей компанию сейчас сама регистрирую. Не, ну компанию легко. Компанию регистрирует, там как нечего делать. А вот все-таки это довольно сложная штука. Что, вы просто прочитали на сайте и все? Да, на сайте американского консульства есть требования ко всем видам виз. Прям по-русски? Прям по-русски, да. Там требования с 10 пунктов выполнить. Необходимо только 3. Я посмотрела, я могу выполнить 6, если чуть-чуть под нам прячься. То есть вы решили, что к 6 вы подходите, но тонкость в том, что они могут не согласиться. Да, они могут не согласиться, но я внимательно слушала Марину Могилко. Она же тоже этим же путем шла. Да, да, да. Ну вот, я внимательно. Что, Марина сама шла без адвоката? Нет, она с адвокатом шла, а я уже проторенной дорожкой, получается. Так, то есть вы как бы, она у вас маяком таким была, путеводной звездой. Да, я ее опыт изучала, изучала опыт других людей, и в результате посмотрела, что, ну, скоро я сама все Ну, хорошо, вы сделали документы, отправили их куда положено. Да. Вам их возвращали на доработку, с какими-то отказами? Нет, нет. Из 6 позиций, которые вы выбрали? У меня не было отказа. Вот, я 5 в результате заполнила, а 6 я потом уже доделала и отправляла, приносила на собеседование. А, хорошо. Сколько у вас приняли в итоге их? Все. Все 6. То есть вот вы как? У меня было видеоинтервью, я снимала свою работу, чем я занимаюсь, то есть рассказывала, показывала свое хобби. Это было видео одно из... Так это на каком языке-то? Нет, на русском языке. У меня все полностью было на русском. А по-английски вы не так не очень? На английском я делала, а на английском я заполняла анкету и переводила все остальные документы. А видео у меня было на русском. То есть ваш путь такой, значит, идешь на сайт, по-русски все читаешь. Там все на русском языке, вся информация. И все и делаешь. Да, да. А вы знаете кого-то еще, кто вот так шел, вот таким путем? Я на ютубе очень много видела таких видео. На русском языке? На русском языке. Я специально смотрела их. Я вначале не верила, что это возможно. Потому что там требования, если вы открываете, они для нобелевских лауреатов, там еще для кого-то еще. Ну, там заслуги должны быть такие... Серьезные? Серьезные, да. А по факту нет. Нужно было рекомендации найти, нужно было написать несколько статей, нужно было поучаствовать в конференции, попасть в справочники. То есть этого у вас на момент, когда вы начинали, не было? У меня не было. Частично было что-то, частично не было, да. Все это сделала. А известно, какие конференции засчитываются, какие нет? Да, конечно. В интернете есть вся информация. Прямо на сайте посольства есть или еще где-то есть? Нет, на сайте посольства там только требования какие, но если покопаться дальше, то можно найти. То есть на самом деле все описано? Полностью все описано. Друзья, я хочу сказать, что несмотря на гуманизм и, я не боюсь этого слова, либерализм современного мира, естественный отбор никто не отменял. Выживает сильнейший. Все дело в том, что, как выяснилось, по H1B, по H1, да, по-моему? Да, по рабочей визе. Там очень мало квот, а здесь выдается 240 тысяч квот, а используется, я не знаю, насколько это правильная статистика, в районе 120-130. То есть у них недобор. Да, всего лишь. Слушай, это очень много. То есть вы хотите сказать, что в страну по визе для одаренных вот этих вот Extraordinary Abilities приезжает 120 тысяч человек в год? Да, а виз еще больше. То есть они не выбираются. То есть там тысячи три-четыре? Нет, нет, нет. Они не выбираются именно поэтому. То есть эти квоты все не выбираются, поэтому довольно-таки просто ее получить. По визе… Слушайте, так вы должны открыть консультационный пункт. Вот вам идея. Да без проблем. Откройте консультационный пункт. Я расскажу. Можете… У вас нет блога на YouTube? Нет. А чего? Буду заводить сейчас. Заводите блог на YouTube прямо сейчас и консультируйте, соберите до кучи все эти самые ресурсы, комментируйте, делайте видео, интервью с людьми. У вас будет толпища народу. Я считаю, что это абсолютно неразработанная область такая вот в том смысле, что на блогерском уровне, чтобы в одном месте все это собралось… На одном месте… На одном – нет. Да. А вообще вся информация есть. Так в этом же и смысл, чтобы в одном месте собрать. Да, в одном месте. Вы же не пишете законы, но вы можете поделиться информацией. Да. Все, значит, Марина, мы с вами договорились, значит, записываем вас в блогеры. Хорошо. Ладно, давайте, знаете что, когда сюжетис выйдет, вы тогда не сочтите за труд, в комментариях отвечайте людям. Хорошо, да. Вот, потому что сейчас вопросов сразу много будет. И, в общем, так, чтобы удовлетворить тот спрос, который есть. А дальше мы с вами еще как-нибудь в скайпе запишемся, там вы сейчас в Сан-Диего уедете. Обязательно. Мы с вами не прощаемся. Да. Хорошо? Хорошо. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин